Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра ОНО. Продолжаем играть и... В Арктике я модернизирую космопор, чтобы отправлять грузы на Луну, потому что мне... Потому что отсюда мне нужно отправить Дейтерий, если я не ошибаюсь. Сейчас, 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 где он... Да, Дейтерий нужно отправить на Луну, потому что там будем запускать термоядерный реактор до третьей стадии лунового покорения. Но у меня здесь, смотрите, еще суперсплавы в минус пошли. Странно, почему суперсплавы пошли у меня в минус. И вообще, что за суперсплавы-то? Откуда они делают? Так, они вообще мне для чего нужны? Для производства... Подготовка к улучшению космопорта завершена. Бам! То есть, позволяет создавать лунные маршруты логистики. То есть, вот, и даже по заданию у меня здесь написано, что создайте маршрут логистики для товара Дейтерий Кратер Новикова. И давайте этим, конечно же, и займемся. Новый маршрут, что мы будем отправлять Дейтерии с Арктики на Луну. Ну, пускай вот так вот и будет. Первая партия Дейтерия пришла на лунную орбиту. Многообещающие. Мне не терпится скорее увидеть, чем все кончится. Да, и, ребят... Снабжаю колонии Элдома, которые сопротивляются дозорами. Болтать. Давайте торговать. Им это поможет. И вы, наверное, увидели, сколько... Да, доели болтать. Вы увидели, наверное, сколько у меня денег. 926 тысяч. Это довольно-таки сложно добыть такую сумму, потому что зарабатывается... Ну, вот максимум, что я выжимал из налогов, грубо говоря, это 18 тысяч. Но, как правило, это быстро очень расходуется. В данный момент сейчас 6 тысяч у меня приход идет. Но, сразу скажу, очень... Очень выгодно выполнять задания на Луне, потому что здесь часто появляются задания по 200, по 150 тысяч. И вот буквально так вот я и добыл 929 тысяч. И зачем мне эти деньги нужны? А для того, чтобы построить термоядерный реактор. Бум! 4 тысячи энергии производят в минуту. И 800 тысяч стоит. Это жестко. Это просто, ну, вообще... Ну, во... Слов даже нет реально нормальных. Ну, что ж, давайте где-нибудь его забабахаем где-нибудь здесь. Работает. Это правда работает. Вам удалось создать чистый источник. Почти осталось поделиться вашими достижениями со всей землей. Всемирный союз просит вас построить два крупнейших передатчика энергии. Ого-го-го! Это круто, ребят. Термоядерный реактор. Это впечатляет, конечно. Ну, и если так подумать, это минус 987 денег у меня. Термоядерный реактор это, на самом деле, конечно, и вообще цель человечества. Если мы в реальности сделаем термоядерный реактор, то это, конечно, будет просто феерично, потому что, ну, мы сможем делать и корабли на термоядерных реакторах и тому подобное. Энергия очень простая стоит. Ну, и тому такие вот разные вещи, которые облегчат жизнь, в общем, если проще говоря. Так, ну, быстренько вышли из минуса. И здесь, на самом деле, разгонять теперь нужно очень много, потому что, посмотрите, и деньги нужны для того, чтобы построить, да, антигравитационная мастерская. Господи! Тут сразу все в минус пошло. Арктика еще нормально. Ну, вот здесь вот надо еду, ой, умную одежду пересылать еще побольше. И мясо, точнее, не мясо, а омолаживатели, чтобы здесь жилось полегче, на самом-то деле. Ну, на мой взгляд. Да и на ихний тоже, на самом-то деле. 4200 энергий. То есть, ребят, мне сказали построить какие-то телепортационные пушки, которые будут пересылать энергию на землю. Ну, грубо говоря, энергетические пушки, или как они там называются, лучшим космонтротом построить передатчик энергии в зоне кратер Новикова. То есть, два передатчика мы строим, и энергия передается. И в чем же прикол это в том будет, что я смогу передавать энергию на землю. Это круто. Добро пожаловать в центральный офис. Это очень круто. Так, давайте попробуем. Почему бы не... Точнее, не будем пробовать, а просто мы улучшим производство одежды и омолаживателей. И перешлем их быстренько на Луну. Потому что... Ты очень быстро схватываешь все новое. Эта земля у меня развита очень так серьезно. У нас тут есть подвижки. Так что нужна помощь. Надоели. Да, отвали ты. Вот постоянно они говорят. То есть, мне даже... Как видите, я довольно серьезно здесь расширился. Но вот здесь вот у нас было то, что на Луну нужно отослать... Нет. На Луну точно нужно было отослать вот это и вот это. Умная одежда и омолаживатель. Но для этого нам нужно построить вот такие вот здания. Они у меня уже где-то построены. Вот. И еще где-то должно быть. Вот. Давайте его промодернизируем. Это у нас идет плюс 4. Так, отлично. Теперь нужно построить омолаживатели. Как они выглядят? Здание-то вот как-то так. Вот он. Больше у меня нету, что ли, омолаживателей? Не проблема. Проблема. Денег-то нет, ребят. Денег-то нету. Ладно, мы сейчас попытаемся немножко по-другому. Разогнать денежки. Мы... Мы вот так вот просто сделаем. И бах! Плюс 2 тысячи сразу. 3 тысячи. 4 тысячи. 5 тысяч. Прирост пошло. Бабах! 6 тысяч. Ух, ребят, вот это скачок. Просто бешено. 7 тысяч. 8 тысяч. Прирост просто бешено пошло. Конечно же, сразу начинаются проблемы. Сразу просят еды. И вот, в принципе, этим я и занимаюсь. То, что пытаюсь разогнать налоги, да, грубо говоря. И... Так. Салатики, салатики. И тем самым пытаюсь еще и выдержать вот это напряжение требований этих людей, которые... А-а-а! Мы готовы платить налоги, но давайте нам еду лучше. Одежды там покруче и тому подобное. Так. Ну, давайте вот здесь, здесь, вот прям такое длинные поля расширим. Под максимум. Сразу плюс 32 еды сделаем, чтобы надолго хватило. Есть. Омолаживатели. Где-то я тут собирался построить. Рядышком прям вот с этим зданием собирался построить здание омолажения. Тут мы можем, кстати, немножечко так, ну, покруче сделать. Можно декорации вставить. Допустим, вот здесь вот мы давайте вот так вот парковую зону поставим. А вот здесь вот, вот так вот, всяческие стоянки. Отлично. Как у нас омоложение пошло в плюс, но сразу пошли синтетические ткани в минус. Но это логично, что производство-то я увеличил. И сразу производство требует компоненты, которые требуются для производства. Так, плюс 4 пошло. И сразу, наверное, да. И водоросли сразу в минус пошли. Но вот с водорослями должно быть как-то попроще. Нет. Нет, нет, нет. Вот, вот, все вспомнил. Я помню, что где-то у меня было одно здание, где, ну, я мог производить чуть больше, чем положено. Так, остается теперь здесь еду разогнать. Потому что если я вот это все сейчас буду разгонять, вот этот вот минус, который у меня сейчас есть, на этом я не зарабатываю. То есть некоторые люди недовольны и, собственно, платят они налогов меньше. Так, и вот это здание я тут могу построить. Кстати, плюс 5. Ну, сразу, наверное, да, мясо. Я так и знал, что мясо пойдет в минус, потому что оно было у меня на нуле. Так, давайте посмотрим, что у нас с ним вообще можно сделать. Ну, вот здесь вот написано, что у меня уже стоит такое здание. Ну, давайте мы... 22 тысячи. Вот, представляете, сколько денег нужно убабахивать. Ладненько. Можно построить пока что вот такое вот здание. Плюс 4, минус 1. То есть вот это вот здание самое прожорливое. Я его как не модернизирую, оно постоянно требует, оно постоянно требует... Очень много одежды, в общем, требует. И в данный момент уже даже модернизации нету, потому что нужно других жителей поднять. И здесь вот... Знаете, такой... Как бы это правильно сказать? Постоянно вот это будет. Постоянно будет требование каких-то предметов, потому что я не могу в большой плюс уйти по производству любых здесь предметов, потому что это все требует финансовой поддержки, поэтому постоянно приходится на это тратиться. И также не смогу, то есть в плюс уйти, производить больше, чем нужно. При этом, при всем, здесь нельзя это продавать. Вы не сможете продать эти предметы или как-то там, ну, их израсходовать по-другому. То есть они у вас просто будут лежать на складе. И это, ну, небольшой минус. Конечно, может быть, я ошибаюсь, я не буду утверждать точно, потому что тут есть такая... Такой момент, что... Вообще можно как бы заказывать... Смотрите, электричество сейчас в минус пойдет. То есть можно заказывать из интернета, если бы у меня лицензионная версия была, можно было бы как бы заказывать еду у других игроков, грубо говоря. И тем самым как бы обеспечивать себе... Что? Минус 4. Блин, ну вообще жесть. Где-то вот здесь я гидростанцию строил. Так. Электричество пошло в плюс, но вот до сих пор у меня, наверное... А, мясо вот... Мясо тютелька в тютельку, как говорится, производится. Прям... Слушай, а что с тем моим поручением? Корова к корове там. Биштекс к биштексу. Прям... Все ровно. Так. И... У меня плюс 2 производится. И вот здесь вот... Давайте... Вот к этому обратимся. Как раз таки прям вот ровно. Обработка данных. И видите, вот если так посмотреть, здесь у нас, допустим, биоусилители требуются. Это... Кстати, и нейроплантанты тоже требуются-то, кстати. А почему они, кстати, не показывались? Вот это я немножко... Обравляю данные. Давайте здесь посмотрим, что квантовые компьютеры нужны. И... Сообщество снабжения. Девятнадцатый уровень. Я уже получил свое поселение. Мне дали 104 кредита. Это хорошо. Дополнительные денежки. Это всегда приятненько. Так, блин. Вообще, я начинаю... А, ну, собственно говоря, улучшать космопорты нужно. Так. Здесь мне где-то было сказано, что у меня... Не хватает лабораторий. Вот здесь нужны алмазы. Недостаточно алмазов. Это уже следующее производство на зеленых лугах, так скажем. Так. Ну, в принципе... Рынок открывает много возможностей. Ой. Не умничайте. Хватит. Да иди ты. Внимание. Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Посмотрим, давайте, что же... Аааа. Все они так говорят. Давайте посмотрим, что же нужно для модернизации космопорта. Я, кстати, по-моему, даже и не посмотрел. Либо нажал, даже не обратил внимания. Может быть, там ничего такого сложного и не нужно. Так, давайте. А, ну вот, в принципе. Всего лишь 25 энергетические элементы. Начинаем улучшение космопорта. Отлично. Так, здесь у нас... Фух! Просто в бешеном количестве в минус уходит. Ну, ладно, энергетические элементы, понятно. Они сейчас трачатся на производство, на... Точнее, на космопорт. Но вот здесь вот нужна морковка. Морковка у нас выращивается вот в этом здании, в очень большом здании. И здесь, как видите... И как видите, здесь очень много требует места, это здание. Поэтому мы давайте вот здесь вот уберем дорогу. Вот так вот. И... Мин... Я не вышел в плюс даже, понимаете? И еще одно могу здание. Блин. А вот здесь вот... Если... Так, стоп. И вот здесь вот интересный такой... Да, не давай. Сейчас, секундочку, ребят. Я хочу вот здесь вот решить одну проблему. Так. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Я не то делал. Я не то делал. Мне вот это вот здание нужно модернизировать, а не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот же морковку, что производит-то. И вот небольшой минус. Смотрите, я здесь дальше не могу никак продолжить. Хотя, знаете, можно... Сейчас, сейчас, секундочку. Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. Быстренько. Вот так вот переставим. Так, все. Все под щитом отлично. Здесь убираем дорогу. Вот так вот. Потом... Здесь вот так вот делаем. А здесь мы... Ну... Ну, предположим, как-нибудь... Так вот. Вот так вот. Еще можно модернизацию делать? Блин, можно. И еще можно. Ну, офигеть. Вот, все, предел. Чтобы... Вот это здание работало, мы вот здесь вот так вот проводим. Вот так вот. Что? Нет щита? О-о-о-о, ребят, вот это плохо. Как так нет щита-то? Вот я же вижу, что есть. Ладно, давайте по-другому. Здесь есть здание новое. Более мощный щит. Вот он. Вот так вот мы можем поставить и... Фух. Все покрывается сразу щитом. Все. Отлично. Ну что ж, давайте промодернизируем. Энергетический кризис, да. Корпорация доводит землю до коллапса. Почему? Вот это что ли? Предлагают жителям Луны. А потом у нас пытаются отнять все, чего мы достигли. Я этого не доп... Да, и ладно, триндить. Это, я так понимаю, вот эта установка. Мыс Эмбер нужно улучшить. Мыс Эмбер. Давайте там тоже улучшим. Ребят, это же, блин, это сколько энергии-то сможет передаваться. Прям страшно. Но если там термоеденные реакторы по тысяч... По четыре тысячи энергии передают. Здесь же можно прям вообще генераторы энергии, все ветряки, все это убирать вообще. Это сколько мест освободится. Это очень круто на самом деле. Давайте запилим здесь. И не получится здесь орбитальный космопорт построить. Так, стоп. Улучшите космопорт, построив передатчик энергии в зоне мыс Эмбер. Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Позволяет создавать линии электропередачи. Разблагодарить регион Луна позволяет создавать маршруты логистики. А, ну вот. И чтоб... Смотрите, чтобы построить здесь космопорт этот, мне нужно 25 тысяч инвесторов. Это... Блин. Инвесторы это вот следующие после топ-менеджеров. И их нужно 25 тысяч. 25 косарей. Офигеть. Это то есть все должны что-ли быть? У меня всего 33 тысячи населения-то. Так. Ну, значит... Что ж. Понятно? В следующей серии я этим и займусь. Я вообще думал, что это будет последняя серия. Я так подумал. Но сейчас, поиграв немножечко еще, думаю... Нет, давайте-ка я все-таки закончу. В любом случае, я закончу прохождение ОНО. Потому что это интересно. Интересно, какой будет четвертый этап, если он будет. Так что ставьте лайки, если вам понравилось. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok